Читаем газеты. Резные, интересные. Я на диване. А я Франции Питкаву. Новые не политика. Программы-комплект. Супер-тижневик. Восточный проект. Читайте в свежем номере. В Краматорске впервые состоялось расширенное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека. Парламентский комитет задекларировал целью обеспечить соблюдение прав жителей Донецкой и Луганской областей, решить проблему с водоснабжением в регионе и начать строить жилье для переселенцев. Основная часть масштабных капитальных ремонтов проводится в старом городе и на поселках. Некоторые улицы ожидали ремонтов десятилетиями. Центру первичной медико-санитарной помощи номер один подарили дефибрилляторы. Дефибрилляторы были закуплены специально для восьми амбулаторий Центра первичной медико-санитарной помощи номер один Краматорска по запросу его главного врача. Это оборудование позволит врачам и медсестрам спасать жизнь пациентов на местах до приезда скорой помощи. Два года назад Общественный совет Краматорска выступил с предложением создать городской родительский совет, но, как говорится, воз и ныне там. В чем проблема и почему до сих пор родительский совет так и не создан, разбирались журналисты восточного проекта. После реконструкции сквера возле самолета путь к центру внешкольной работы выложили тротуарной плиткой, оставив для пешеходов две узкие дорожки. Водителям остается только одна дорога через двор 14-этажки. Жильцы рассказали журналистам, что не раз писали жалобы властям, но реакции так и не последовало. Возле входа в парк юбилейный со стороны улицы Парковой появился новый мурал из морских контейнеров. А на стене одного из домов в сквере Тараса Шевченко будет изображена девушка как символ Украины, которая возрождается. Что почем в супермаркетах Краматорска? Восточный проект продолжает мониторить цены на самые популярные продукты питания в супермаркетах города.